Всем привет! В этом видео я расскажу, как сделать листья из бумаги своими руками. Я покажу несколько способов, с помощью которых вы сможете сделать листья необходимой вам формы. Расскажу, как красиво покрасить листья и расскажу свой секретный секрет, как сделать на листьях интересную текстуру. Мастер-класс очень простой и подходит для новичков. Меня зовут Регина, поехали! Способ номер один. Возьмем лист бумаги, плотность в данном случае не имеет значения. Сложим лист бумаги пополам. Затем с помощью простого карандаша нарисуем необходимую форму листа, так, как показано на видео. Получается вот такая заготовка. Мы можем использовать листы бумаги разного размера, тогда листики будут получаться больше или меньше. А теперь вырежем наши заготовки по контуру. Получается вот такой симметричный и ровный листочек, который мы будем использовать как трафарет. С помощью этого способа вы можете делать листы даже самой сложной формы, дубовые, кленовые и так далее. Теперь возьмем лист акварельной бумаги и нарисуем листья, используя наши заготовки, как трафареты. Я прижимаю листы заготовки и обвожу их по контуру с той стороны, где бумага имеет рыхлую неровную фактуру. Это будет изнаночная сторона моих листиков. За основу я советую взять именно акварельную бумагу, потому что это позволит нам разгуляться на следующих этапах и поиграть с цветом и текстурой. Теперь вырезаем наши листики по контуру и получаются вот такие симпатичные листочки. А теперь сделаем наши листики рельефными с помощью специального инструмента для тиснения. Если у вас нет такого инструмента, то вы можете воспользоваться спицей, шариковой ручкой, не пишущей или любым другим инструментом, который может продавить бумагу, но не прорвать ее. Сейчас я делаю имитацию прожилок на листочке, делаю такие пунктирные линии. Это усложнит общий вид листочков и я очень рекомендую вам сделать такое тиснение, особенно если вы не будете усложнять ваши листики фактурами. С тиснением листочки будут смотреться более реалистично и более интересно. Итак, вот что у нас получилось. Теперь возьмем макетный нож и с помощью него сделаем небольшие отверстия в листочках, чтобы добавить им реализма и чтобы листики были не похожи друг на друга. Можно сделать небольшие отверстия, как будто бы проели какие-то жучки или гусеницы. Очень актуально это для осенних листьев, потому что осенние листочки часто имеют участки перфорации. Я делаю небольшие отверстия в произвольных местах, помогаю себе ножницами, чтобы они были более плавные. И не обязательно делать такие отверстия во всех листиках, но на мой взгляд, такие отверстия добавляют реализма и очарования. В природе не бывает двух абсолютно одинаковых листиков, поэтому всеми способами, которые я вам сейчас показываю, мы делаем каждый из листочков особенным и не похожим на другие. Итак, наши листики уже приобретают характер и какую-то историю. А теперь, плавно поворачивая лист, я срезаю совсем немного бумаги по периметру листа. Так у листиков получаются неровные края. Таким образом, даже если мы будем использовать одинаковый трафарет, то все листья получатся немного разными. Важно срезать совсем немного бумаги и поворачивать не ножницы, а сам листик. Так неровности будут плавными и естественными. Итак, готовый результат. Если у вас есть машинка для вырубки, то вы можете вырубить такие листики с помощью ножей. А теперь пришло время добавить цвета. Способ номер один. Раскрасим наши листочки акварелью. Перед началом работы я подготовлю акварель и листья, сбрызнув их водой. Теперь добавим цвет. Сейчас нет задачи высокохудожественно раскрашивать листья. В этом видео я не научу вас работать с акварелью. Не научу вас реалистично раскрашивать, делать лисировки. Просто потому, что я не умею этого делать. Только поэтому я и придумала свой способ создания таких листочков, о котором рассказываю вам сейчас. На данном этапе задача стоит добавить цвета, но таким образом, чтобы цветность листьев не была слишком активная. Если мы сделаем очень насыщенные, сложно сочиненные листья, то это может помешать нам работать с ними на следующих этапах. Чуть позже вы поймете, о чем я говорю, потому что заниматься визуальным усложнением и фактурностью листьев мы будем на следующих этапах. По той же причине я советую не выбирать для раскрашивания слишком темные цвета, потому что на них может быть не видно наших последующих действий. В этом видео я покажу несколько вариантов раскрашивания, для того, чтобы вы могли выбрать подходящий для себя. Каждый материал имеет свою особенность, но в целом они взаимозаменяемы. Таким способом вы можете сделать не только радостные зеленые листочки, но и более драматичные осенние листья, а также листья необычных цветов, какие-то фантазийные листья для своих работ. Сейчас я смешиваю краски прямо на листочках, чтобы они выглядели неоднородно и интересно. После того, как вы покрасите свои листья, надо дать им хорошо просохнуть. Это важно, чтобы листья хорошо высохли перед тем, как приступать к следующим этапам. Вариант номер два. Раскрашиваем цветными карандашами. Я буду раскрашивать акварельными карандашами, но можно использовать и обычные. Для начала я беру просто самый-самый светлый цвет и наношу хаотично на свои листья. Если вы используете обычные карандаши, то такой хаотичный способ раскрашивания вам не подойдет и придется растушевывать цвета лучше. Но так как это акварельные карандаши, то здесь можно действовать очень расслабленно и экспрессивно. Просто наносить цвет за цветом от самого светлого к темному. Где-то у меня есть участки непрокрашивания, но это не важно, потому что потом акварельные карандаши мы размоем. И это очень веселый такой способ, чем-то похож на рисование детей, когда они просто чиркают карандашами. Очень много в этом энергии, и мне нравится такой способ раскрашивания. Сейчас я прохожусь коричневым карандашом по краям, где-то в области места, где листик прицепляется к веточке. А теперь возьмем кисть, добавим воды и пусть произойдет магия. Когда вода попадает на пигмент, который мы нанесли карандашом, он вступает в реакцию и размывается, образуя красивые цветовые переходы. Как и акварель, акварельные карандаши после высыхания немножко выцветают. Поэтому имейте это в виду, чтобы добиться более ярких цветов, необходимо наносить больше пигмента. Это очень быстрый и простой способ окрашивания. Новичкам будет очень просто добиться каких-то красивых цветовых переходов таким способом. Теперь я возьму темный карандаш и нанесу пигмент прямо по мокрому листочку. Мне очень нравится эта техника, потому что карандаш и пигмент сразу намокают и сразу вступают в реакцию. Если где-то листочек подсох, то нанесите еще немного воды. Таким образом можно дорабатывать ваши листья, наносить тени, делать их более яркими. И это очень-очень увлекательно. Но я напоминаю, что на данном этапе нам не обязательно как-то детализированно раскрашивать наши листья. Если вы работаете с обычными цветными карандашами, то этот этап с размытием надо пропустить. Вам достаточно просто, хорошо и ровно нанести цвет. Для этого хорошо растушевывайте карандаши, сильно не давите на них и начинайте раскрашивать самого светлого цвета, постепенно переходя к темным цветам. А если вы все-таки работали с водой, то прежде чем приступить к следующему этапу, дайте своим листьям хорошо просохнуть. Способ номер 3. Используем цветные чернила. Я нанесу цветные чернила подходящих цветов прямо на рабочую поверхность. А потом сбрызну их из пульверизатора водой. Получаются такие вот чернильные лужицы. Теперь возьму свой листочек и буду окунать его прямо в эти чернильные лужицы. Таким образом, листочек набирает цвет и неравномерно окрашивается. Фишка чернил в том, что они взаимодействуют друг с другом и образуют новые цвета. А также, когда мы будем повторять этот процесс, чернила будут наслаиваться друг на друга, также образуя интересный эффект. Вам не обязательно использовать свою рабочую поверхность, подойдет любая непористая поверхность. Вы можете нанести чернила на палитру, на свой акриловый блок, на тарелку или на пластиковый пакет. После первого окрашивания листья все еще немного бледноваты, поэтому я рекомендую повторить окрашивание таким способом не менее двух раз. Обратите внимание, что прежде чем окрашивать листья второй раз, нужно, чтобы они хорошо просохли. Оставим листья просыхать и продолжим работу в зеленом цвете. Для этой техники нам подойдут чернила на водной основе, те, на которых написано «Дай чернила», те, которые размываются водой. Больше всего мне нравится использовать оксид чернила, потому что они очень пигментированы, очень хорошо отдают цвет и листья получаются очень насыщенные и красивые. Это очень быстрый и веселый и грязный способ создания таких листиков. Но так как чернила на водной основе, то они потом легко оттираются с рук. Для этой техники я не рекомендую использовать жирные пигментные чернила, потому что цвета не будут красиво смешиваться между собой, а будут просто перебивать друг друга. И в итоге вы можете получить грязь. Сейчас вы видите, насколько более пигментированы оксид чернила. Теперь, когда оранжевые листья просохли, переходим к окрашиванию по второму разу. Также делаем чернильные лужицы и окунаем в них наш лист. Теперь вы видите, как чернила смешиваются, наслаиваются друг на друга и листочек меняет свою тональность, становится более сложным и выглядит уже очень симпатично. Продолжая наслаивать, мы можем добиваться очень интересных эффектов. Очень важно, чтобы лист был полностью сухим перед вторым окрашиванием, потому что именно так чернила не смешаются между собой, образуя новый цвет, а будут именно наслаиваться друг на друга. То есть мы получаем такой полупрозрачный эффект наслоения, наложения цветов и это выглядит очень здорово. Сейчас вы видите, как изменились листья после второго окрашивания. Итак, листочки готовы. Мы получили много разных красивых листьев. Это акварельные. Это листья, которые мы раскрасили цветными карандашами. И листья, которые окрасили чернилами. А теперь переходим к штампингу. И это мой секретный секрет. Для создания интересных фактур. Нам подойдут текстовые штампы. Также различные фоновые штампы. И можно использовать разные абстрактные штампы. Штамповать будем без акрилового блока. Потому что нам надо сделать оттиски фрагментарно. Сейчас не стоит задача сделать оттиски читабельными. С помощью штампов мы усложняем рисунок листиков. Делаем их более сложно сочиненными. И добавляем им текстуры. У нас не стоит задача полностью заштамповать все листики. Интереснее, когда оттиски нанесены неравномерно. Мы можем сочетать разные штампы на одном листике для того, чтобы сделать их еще интереснее. Итак, листья стали более сложными. И на них появился мелкий, нечитабельный рисунок. Выбирайте чернила, которые будут не сильно контрастировать с вашими листьями. Например, для зеленых листьев я выбрала серый и зеленые цвета. И хотя на видео не очень видно штампинг с серыми чернилами, но в реальной жизни этот цвет добавил глубины и тени на листике. Для этих листьев я выбрала комбинацию коричневого и оранжевого цвета. Не страшно, если где-то штамп у вас не пропечатается. И посмотрите, что я не набираю чернил, пока штамп хоть чуть-чуть печатает. Такие полутона, призрачные оттиски, они будут очень классно смотреться на наших листьях. Вот посмотрите, какая сложная и красивая текстура у этих листьев. Очень реалистично выглядит. А этим листьям я хочу добавить драмы. Поэтому я делаю яркие акцентные оттиски черными чернилами. Я хочу, чтобы эти листья были такие глубоко осенние и часто на таких листьях уже есть темно-коричневые и черные участки. Поэтому я собираюсь их посильнее затенить, сделать им больше фактуры. И вот посмотрите, что у меня получилось на этом этапе. Вы можете использовать любые свои фоновые штампы, потому что вы будете делать оттиски только маленьким фрагментом. Вы можете использовать геометрические штампы, каменную кладку, разные текстуры, тексты, что угодно. И благодаря разным комбинациям получать разные интересные текстуры. Чтобы добавить объем и рельеф нашим листьям, возьмем прозрачные чернила для эмбосинга и прозрачную пудру. Перед тем, как делать эмбосинг, убедитесь, что оттиски, которые мы делали на предыдущем этапе, хорошо просохли. Иначе они запекутся, а нам этого совсем не нужно. Я слегка припудриваю каждый листок в подушке для эмбосинга. Нажимаю на него пальцем, чтобы он неравномерно прокрасился прозрачными чернилами. А затем посыпаю прозрачной пудрой. Теперь стряхиваю лишнюю пудру с каждого листочка. У нас не стоит задача полностью и равномерно покрыть пудрой всей листочки. Нам нужно, чтобы пудра налипла неравномерно, небольшими участками и не группировалась где-то только в одном месте. В данном случае лучше нанести меньше пудры и запечь, и при необходимости потом можно еще раз повторить этот этап. Когда мы покрываем листья прозрачной пудрой, они становятся яркие, они становятся более выразительные, у них появляется глянцевый блеск, а также они становятся более плотными. И это очень удобно для последующей работы. На этом листике скопилось очень много пудры, поэтому я просто смахну излишки кисточкой. При запекании можно даже слегка перегреть пудру, чтобы она пузырилась и легла неравномерно. В итоге получаются очень красивые листья с неравномерным глянцем, как будто бы на них капельки росы или дождя. И это выглядит очень эффектно. На видео это сложно передать, но я уверена, вы будете просто в восторге. Очень идет этот эффект осенним листьям. На осенних листьях прозрачную пудру можно использовать в виде резист эффекта. Я покажу вам этот прием на следующем этапе. И как я говорила, если пудры налипло изначально мало, то можно еще раз повторить всю процедуру. Вот так выглядят осенние листочки. На камеру очень сложно передать их потрясающий блеск. Можно использовать пудру другого цвета, например, золото. Особенно красиво она смотрится на осенних листьях. А теперь доработаем наши листья с помощью тонировки. Я беру черные чернила и чуть-чуть припудриваю листья по периметру. Тем самым я затеняю лист и он приобретает глубину и объем. Обратите внимание, что я совсем слегка прохожусь по краям листьев, чтобы не изменить их цветность. Если у вас нет специального аппликатора, то вы можете воспользоваться кусочком губки для мытья посуды. Тонировку можно использовать, чтобы добавить драмы. Например, эти осенние листья я посильнее затонирую по периметру. Потому что обычно осенние листья имеют много разных темных участков и прожилок. Без тонировки, на мой взгляд, листья выглядят слишком плоско. Также, перед тем, как добавлять такие листья в свои работы, я советую вам слегка изогнуть их, чтобы добавить им небольшой объем. Потому что в природе, особенно осенние листья, редко бывают полностью плоскими. Я просто без ума от этих драматичных осенних листьев. На этих листьях у нас есть прозрачная пудра. И мы можем использовать резист эффект. Сейчас я возьму темные чернила коричневые и затонирую посильнее прямо поверх листьев. Там, где лист покрыт пудрой, его цвет не изменится. А в тех местах, где пудры нет, его цвет станет более темным. И это очень интересный эффект. Так мы добиваемся неравномерного, интересного, сложно сочиненного окрашивания. И это тоже очень реалистично выглядит, потому что часто листья стареют, то есть желтеют неравномерно с участками разных цветов. Посмотрите, как интересно это выглядит. Я не уверена, что на камеру это достаточно хорошо видно, но когда вы попробуете, вы будете в восторге от этого эффекта. Если вам нравится делать декор своими руками, то на моем канале есть много полезных мастер-классов. Ссылку оставлю для вас в правом верхнем углу, а также внизу под этим видео. Заходите в плейлист и набирайтесь вдохновения и новых знаний. А также внизу под этим видео есть мои реквизиты, где вы можете поддержать мой канал монеткой, потому что мои идеи бесконечны, а вот краски и чернила, к сожалению, нет. Эти осенние листья я хочу сделать более нарядными, поэтому сделала для них деликатную тонировку оранжевыми и черными чернилами. Играя с разными цветами, вы можете создавать листья совсем разного настроения под любой свой проект. Таким простым способом вы сможете сделать красивые реалистичные листья. И как и в природе, у нас не получилось двух одинаковых листов. Такие листья можно использовать в скраббукинге, либо делать с ними какие-то объемные композиции, или даже использовать в творчестве с детьми. Такие листья хорошо смотрятся в композициях, а также как самостоятельные декоративные элементы. Они фактурные, блестящие и привлекают к себе много внимания. И, конечно, как с любым декором ручной работы, с ними очень приятно работать. А если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, потому что это помогает моему каналу развиться, а мне помогает морально. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok